Привет всем, с вами как всегда Мигуфифа, новая серия карьеры за Ман... Хотя хотел сказать Манчестерн, это хренушки лысого, не у Касл Юнайтед у нас теперь. Под нашим руководством закончил сезон ВПЛ на 12 месте, и сейчас у нас начинается самое интересное. Чемпионат мира за сборную России. Сэвэйдж издан в аренду. Калинич 73, это не подходит, слишком низкий. Мэтт Таргет 78, это хорошо. Молодежки пока без изменений, Роб Макдональд 59 рейтинга стал, а так больше ничего интересного. Мы приближаемся к началу Чемпионата мира. Дэн Бёрн 75, Свен... Ой, вот Свен Ботман, это у нас, это жесть будет. Это защитник номер один будет у нас в команде, 80 рейтинга это очень хорошо. Бруно Геморрайш тоже классный, 81 рейтинг. Ну и Эмиль Крафт у нас развивается в соответствии с ожиданиями, вышел на хорошее время. Это все понятно. Ну что, начинаем Чемпионат мира. Я так понимаю, сегодня у нас будет весь групповой этап, скорее всего. Судя по датам, мы успеем до конца июня закрыть все три матча, да? Да. Сейчас с Украиной, 23-го со Швецией, 27-го со сборной Бразилии. Играем, так что сегодня у нас закрывается сезон и групповой этап. Собственно, мы пролетим сегодня за всю серию. Вот такой наш стартовый состав. Это у нас будет самый сильнейший и самый основной состав нашей команды на этот Чемпионат мира. Состав сборной Украины вы видите. Тут, конечно, опасные люди есть. Типа Лунина на воротах, Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Марлс, Еремчук, Коноплянка, Ермоленко. Ну что, давайте отправляться на игру. Я постараюсь выдержаться от каких-либо неуместных комментариев и шуток по поводу вообще сборной Украины в целом. И обстановки, которая сейчас у нас такая на сопле, что называется, держится. Попробую избежать этого всего, дабы не получить подзатылок от кого-нибудь. Здорово. Алексей под левую, в дальний, красавчик, красавец. Три с половиной минуты нам потребовалось, чтобы забить свой первый гол на этом Чемпионате мира. Его забивает Алексей Миранчук с передачи с Жемалединова. 0-1. Ну классно же. Миранчук успел здесь отдать пас на Жемалединова. Жемалединов вернул. Я думаю, заблокирует здесь третий номер сборной Украины этот удар Алексея. Но нет, Алексей мало того, что Лунина обвел, так еще и защитника обвел. Здорово. Леша под дубль, но он с правой пробил. Зачем? Ты левша. Попытка дальнего удара от Алексея опять-таки. Но это было очень не точно. Ой, подарок сделали сборной Украины. Но Акинфеев молодец. Классно. Дзюба. Одним легким движением убрал. Да как же так. Дзюба. И удар справа. Да что? Учитывая сколько у нас моментов за эти полтайма набралось, мы могли уже трешку минимум забивать. И Дзюба. Он же вроде тоже левша. Какого хрена он сейчас тут исполняет нам смертельные номера в виде пробить справой? Или я что-то не знаю о нем. И снова Дзюба. И снова мяч под правой. Но здесь точка-то более расстрельная, поэтому в створ он хотя бы попадает. Андрей Лунин отражает и углового, к сожалению, не будет. Но зато есть перехват. Наши команды. Головин. Удар в дальний угол на технику слишком слабо. Лунин спокойно в руки мяч забрал. Миранчук здорово убрал защитника. Удар с левой ноги. Лунин отбивает. Момент опасный. Еремчук его вообще никто не закрыл. И лишь Игорь Кенфеев спасает. Опасный момент. Еремчук в ближний 1-1. Забивает сборную Украины под конец тайма. Роман Еремчук это делает. Форму, кстати, оставили вот эту скандальную, которую не пустили на Евро, по-моему. Здесь она есть. Все, перерыв. 1-1 пока. Матчи сборных Украины и России. Перевес полностью на нашей стороне. И по ожидаемым голам, и по ударам мы превосходим сборную Украины в несколько раз. К сожалению, пока это особо в разницу по счету не превратилось. Вы посмотрите, что Марио Фернандо сделал. Просто трудяга. Просто честь и хвала Марио. Трижды пошел в отбор, трижды мяч отнял. И здорово Дзюба. Головин влетает в штрафную и забивает. 1-2. На 50-й минуте мы выходим вперед. Александр Головин. Голевая передача Дзюба. Но Марио Каков, не перестану его нахваливать в этом моменте. Марио Фернандо сгений. Он начал всю эту атаку. Трижды отобрав мяч. Идя до последнего. Он боролся до конца здесь за этот каждый мяч. И это дало свои плоды. И уже пошли замену сборной Украины. Сразу же. Дзюба с левой. На месте Лунина. Момент. Красавцы. И еще удары. По-моему, даже рикошет был. А Кенфей все равно справился. Значит, работаем так. Магомед Аздуев выходит вместо Александра Головина. Денис Черышев вместо Антона Мирончука. И Федор Смолов вместо Артема Дюбы. А у сборной Украины вышел Виктор Цыганков вместо Коноплянки. О, какая мощная конкуренция в атаке у сборной Украины, если такой талант, как Виктор Цыганков, сидит на скамейке. Смолов! Да что ж такое-то? Мимо. Первый блинком у Федя получился. Опасный момент. Марлос, удар, рикошет, отскок Цыганков. У штанга нет! Тивеев! Тивеев! Браво! Он нас спас сейчас. Не дал добить по пустым воротам. Момент, Марлос! Спасибо, что так. Смолов. Удар, Луниен. Все. Поздравляю вас. Первая победа сборной России. На чемпионате мира есть. 2-1. Обыграно сборной Украины. Мне нравится, как у нас календарь выстроен. Потому что я вот так в голове себе ситуацию в группе и представлял. От самой худшей к самой лучшей. Вот именно в таком порядке, что Украина, Швеция и Бразилия. А у нас есть шанс. Во-первых, Ирландия удивительно обыграла Португалию 3-2. Во-вторых, у нас есть шансы. Бразилия неожиданно, абсолютно неожиданно, сыграла со сборной Швеции в ничью. 1-1. Они дают нам шанс. И у нас сейчас как раз матч со шведами. Ох, что будет. Ох, что начнется сейчас. Бразильцы второй свой матч выиграли. Украина не удел, видимо, уже. Потому что бразильцы играли именно с Украиной. И бразильцы выиграли. Что-то мой этот самый ум. Все, кирдык. 3-0, походу. Да, 3-0 выиграл сборной Бразилии. В одну калитку. Ну, теперь нам надо догонять. Ну, как догонять? Выходить на первое место. Единоличное. Это будет делать очень тяжело. Потому что посмотрите на состав шведов. Ольсен, Аугустинцин, Янсен, Линдалев. Крафт наш, кстати, знакомый. Да и Линдалев тоже. Эгдаль, Ольсен, Классен, Роберт, и как там, Карлсон. Моберг, Карлсон, Кулюсевский. Иса, короче, очень мощное сборище у шведов. Ну, у нас, в принципе, тоже есть ребята, которые жару дать могут. Поэтому это будет равная битва. Почему-то у меня такое впечатление, что матч будет примерно как вчерашний хоккейный на Олимпиаде. Да, в нашем случае, конечно, никаких дополнительных времени, никаких там буллитов. Ну, в случае футбола серии пенальти не будет. Это понятное дело. Но то, что это будет тяжелый матч, это 100%. Иса Кудар в ближний, Акинфейв на месте. Сразу чувствуются абсолютно другие скорости. Мяч в разы быстрее ходит, нежели чем это было у сборной Украины. И шведы прям тоже вгрызаются в каждый мяч. Готовы навязывать единоборство. Все это грубо. И так далее, и то подобное. Это жестко все. Здорово. Антон Миранчук. Прошла передача. Дзюба убрал. И не попал в ворота Дзюба. Шикарный момент был. Артем опять пробил справа, и мяч просвистел мимо девятки. Вы представляете, если у шведов вот такой сейчас контроль мяча, вот такое владение, вот такие скорости. Что у бразильцев будет? Это же вообще с ума сойти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что там со скоками-то? Попадает Исак в штангу. Игорь вышел, но что-то остановился на полпути. Да даже я уже играть бросил. Дзюба. Ой, здорово ему. Хорошую передачу выдали. Дзюба. Оттолкнул Агустинцына. Вышел Олсен из ворот. Пытается перекинуть его. Дзюба. Нет. Слабо слишком. Олсен успел вернуться в ворота. Не может мяч вынести подальше от своей штрафной. Удар по воротам на месте Акинфеев. Антон полетел. Антоша. Головин. Миранчук и Дзюба в центре. Передача пошла. Здесь же Малядинов бьет нормально. Еще. Ой, момент. Классен. Классен. 1-0. Сборная Швеции. Виктор Классен забивает на 42-й минуте. Опять у нас как будто концентрация к концу тайма рассеялась. Перерыв. 0-1. Вот мы и в рамке отстающих впервые на этом чемпионате мира. Давайте будем честны. Шведы на этот гол наиграли. Они в первом тайме намного лучше нас были. Прессовали. Очень много ударов было. Опа. Жамалядинов заработал желтую. Красную. Опа. Левый защитник сборной Швеции. Людвиг Аугустинсон. Прямая красная. За этот подкат сзади в ноги Рефата Жамалядинова. Сразу замены. Пошли. Кулю Севского поменяли. А вот теперь у нас появляются шансы на то, чтобы счет сравнять. Они и были и до этого. Но сейчас их намного больше. Головин проскочил. Удар поворотом. На месте Ольсен. Мы идем на вынужденную меру. У нас тройная замена. Черевши выходят вместо Антона Мирончука. Вновь. Вместо Дзюбы выходит Соболев. Вместо Алексея Мирончука выходит Федор Смолов. Подача. Удар головой Смолов. Вот вам пожалуйста. Первый же момент. И сейчас первый блин нормально прошел. У Феди. Хорошо. Смолов. 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 1-1. Вот сейчас выход на замену у Феди просто прекрасно вышел. Я думаю вы это и без меня могли понять. Два момента потребовалось Феди, чтобы забить. Два удара. И по времени это буквально минуты три. И Федор Смолов сравнивает счет в этой встрече на 74-й минуте. Ну-ка. Еще. Можно в принципе еще. Пока шведы в меньшинстве. Можно и еще. И полетел же Маледдинов. Рифат. Надо было бить в дальний. Он пробил ближний там Ольсен. Ой классно. Ой классно. Федя стань героем. 2-1 в нашу пользу. Федор Смолов. Абсолютный герой этой встречи. Абсолютный герой. За 15 минут что ему было отведено. Ну ладно 20. Просто прошло пока 15. Федя смог перевернуть исход этой встречи. С ног на голову. Своим дублем. Он приносит нам пока что победу. Рано пока об этом говорить. Нам еще минут 5 надо отстоять. Но Федя-то каков. А? Каков Федя? Два гола в двух матчах. Опасно. Карлсон. Удар Акинфеев. Красавец. В ближнем углу. Нормально. Удар головы. Игорь. Все. Две одинаковые победы с одинаковым счетом 2-1. Ну в смысле одинаковые по счету. По сценарию конечно же были абсолютно разные матчи. Но мы победили и скорее всего уже с вероятностью 80% выходим в плей-офф. Да мы абсолютно точно выходим из группы. Вопрос теперь с какого места. 6 очков у нас. 4 у бразильцев. 1 у Шедов и 0 у сборной Украины. Очень интересно с какого места. Ну вот сейчас как раз матч с бразильцами это все и решит. Битва за первое место. Состав. Сами знаете. Эдерсон. Сандро. Мелитау. Маркини. Сеймерсона. Артур. Фабиньо Каземира. Наймар. Джезус. Сарафинья. Бол. Не факт что первое место даст нам легкого соперника. То есть мы можем выложиться и занять первое место. Но это не факт что нам попадется какая-то слабая команда против нас. Потому что здесь бывает всякое. ФИФЕ. Вот этот уровень рандома и прочего выведен на максимум. Поэтому тут можно даже со второго места лучше выйти в плей-офф. И попасться на более легкого противника чем с первым местом. С другой стороны можно особо. Ну вот по той теории что я только что сказал. Можно особо не напрягаться. И прям не лететь на всех парах во что бы то ни стало выиграть сборную Бразилии. Но присмотреться надо. Потому что раз мы выходим в плей-офф нас ждут подобные бразильцам в сборной. Господи. Аргентина. Испания. Германия. Франция. Англия. Италия. И много-много других топовых сборных уровня сборной Бразилии. Поэтому чтобы нам знать чего нам ждать в плей-офф. Докуда мы сможем доползти. И вот сейчас матч со сборной Бразилии. Это идеальный шанс на это посмотреть. Опа. Смола штрафной зарабатывает. А может даже и желтую. Потому что это очень грубый фолст со стороны Алексея Сандра был. Вторая минута. Желтая карточка. Алексу Сандра. Ну и Александр Головин конечно же идет бить штрафной. До сих пор еще свежи воспоминания о его голе со штрафного матча. Саудовская Рави ей сейчас мимо цели. Миранчук. Галежник. Галежник Лешень. Ты родненький. Ты мой красавчик. Класс. 1-0. Там Сандра. Вот я молчал. Хотя заметил. Это Сандра. Имеет желтую карточку. Только что полученную. Вот здесь. Смотрите. Как опасно бросился в ноги Рефат Ужимальдин. Повезло что Рефат перепрыгнул. Да и Сандра тоже повезло что Рефат перепрыгнул эти ноги. Ну и Леша по этому скачущему мячу обалденно просто прикладывается. Вы посмотрите на этот красавец гол. От перекладины в сетку. Класс. Алексей Миранчук. Пятая минута. Второй гол в трех играх. Вот это начало. Вот это начало. Что скажете? Товарищи бразильцы. Не. Скорость у сумасшедшей. Я это уже вижу. Вот по этой уже перепасовке. И по тому как Джейлс вылетает практически один на один с Акинфеевым. Крутит. Вертит наших защитников. И бьет по воротам. Уже можно понять. Скорости будут еще более высокие. Чем были в матче со шведами. А. Это травмировался Миранчук. А не Смолов. Бразильцы грубые и жесткие ребята. Мы это с вами знаем. Казамира бьет головой. Акинфеев хорош. Вот пожалуйста с Сандром. Чуть за 5 минут матча красную не получил. Лешку приложили. Тем более который забил. Это месть. А вот удар Казамира на месте Акинфеев. Снова. Да что вы. Тихо. 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 Серьезно? Капец. Ну только так эта дура могла заскочить. Почти с нулевого угла забивает игрок сборной Бразилии. С нулевого практически. Игорь. Расстроен. А что там было? Ну вот неудачный вынос. Удар. И там рикошет от штанги. И от рук Игоря. Мяч залетает в ворота. Да? Да. Там чуть ли не 2 или 3 отскока подряд было. Это Артур забивает. В 13 минуте. 1-1. Туповатый гол на самом деле. И вот опять. Он остался на место Мерчука. То есть на Цапника. Вы меня просили, чтобы я задействовал Головина на Цапе. Вот сегодня ему матч с бразильцами дается такой шанс. Ну вот что это? Рафинья. Удар Каземира мимо. Где вы? Сеньор Сандро. Бегает он. Ух ты! Жамалядинов решил ближнюю попроверить Эдерсона. Спас. Голкипер Манчестер Сити. Все. Перерыв. 1-1 пока со сборной Бразилии. Из основных моментов первого тайма. Шикарный гол Мерчука. Который, к сожалению, через 5 минут после этого травм получил. Тупой гол бразильцев. И очень грубая игра бразильцев. Потому что Александра даже после получения желтой не останавливается. Продолжает грубо, резко идти в подкаты. Поэтому я сделаю ставочку, что возможно мы сегодня красную карточку увидим. Ну или еще целую россыпь желтых. Вот, пожалуйста, еще не подкат Фабиньо. Обошлось. До бразильцев без штрафного и без карточки. Но это опять было грубо. Опасно. Держать. Артур Мелло. Макинфеев. Удар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Артур Мелло снова бил. Вот удивительно. Есть такой нападающий. Как Неймар. А самыми бьющими у бразильцев оказались два полузащитника. Артур Мелло и Каземира. Потому что на вот данную минуту они реально больше всех ударов у бразильцев несли. Он тоже смелый человек. Попер на всю оборону сборной Бразилии. После чего выдал пас Головину. Но Эдерсон на месте. Головин. И дальний удар. Эдерсон переводит на угловой. Давай так попробуем. Снова Черышев вместо Антона Мирончука. И Дюба вместо Смолова. Давай так попробуем. Что вы делаете? Идиоты. Что вы делаете? Спасибо Каземира за такой классный подарок. Талиско передача. Нормально. Нет. Да ну не так же по-тупому. Да ну как угодно. Ну только не так. Проигрывают сборной Бразилии. Ну не так же. Ну вы понимаете они два тупейших идиотских мяча забили. Вот здесь просто этот удар. Рикошет и Акинфеев не на воротах был. И дальше добивание. На которое Игорь уже среагировать не успел. Ну тупость. Оба мяча такая параша страшная. И бразильцы выигрывают из-за этого. Ну как это так? Аздоев. Смотри кто в атаку пошел. Магомед. Удар в дальний. И все. Ну блин. Глупо. Досадно. Обидно. Невероятно. Потому что ну не так матч с бразильцами проигрывать надо. Мы классно играли. Мы. Как сказать то? Мы брали. Не знаю. Душой или чем-то еще. Короче. Технически. И физически. Бразильцы лучше нас были. Быстрее. Техничнее. Больше владения мячом. Но мы все равно чем-то брали. Вот. Понимаете? И скорее всего тягаться с топ сборными у нас получится. По скорости. По движению вряд ли. Но вот душой. Я вот. Назову это душой. Я просто не знаю как это правильно объяснить. Но пусть будет условно называться душа. Вот душой. Своей душевностью и так далее. Мы можем брать все топ сборные. Пять дней. Алексей Миранчук вылетает. Ну да. Второе место у нас в группе. Жербевки я так понимаю еще нет. Так что смысла глядеть в следующий сезон. Да. Надобность в этом. Никакой. Ну что тогда. Будем заканчивать. В следующей серии. Я не знаю как мы будем чередовать. Скорее всего до конца чемпионата мира. Мы. Вот. Трансфером и Ньюкаслом заниматься не будем. Скорее всего. Мы сыграем сначала за сборную России. Разделаемся с ней. И все. И вот тогда уже окунемся с головой в трансфера Ньюкасла. Я предлагаю так. Но так как это все будет в следующей серии. Потому что мы можем ограничиться одним лишь матчем в одной восьмой. И все. И до свидания. Мундиаль. Поэтому напишите трансферы в комментариях. Я так понимаю. Вы меня поддержали по поводу Пикфорда. Поддержали по поводу Дубравки. Его надо продавать. Ну и действительно лучший вариант у вас был это Пикфорд из вратарей. Дальше. Ну Талиску обязательно. Ой. Талиску говорю. Талисо подпишем. Всех остальных ребят в первую очередь подпишем. Даже знаете как я сейчас делаю. Я их сейчас подпишу. Вот тех которых нам надо. В таком. В обязательном порядке. Которые в реальной жизни сейчас играют в Ньюкасле. Я их подпишу прямо сейчас. Верите что Азара может куплю. Посмотрим. Это все будем разбираться в следующий раз. Сейчас я хочу все таки. Купить. Тех кто. В обязательном порядке должен сейчас быть в Ньюкасле. Хотя денег у нас на всех не хватит. Потому что у нас сейчас все деньги уйдут на одного тряпье. И максимум мы еще кого-то купим. Давайте Ботмана сначала. Потому что он жизненно необходим нам. Ну кое как выторговали за Ботмана. Отдали Ласкельеса и 26 миллионов сверху. Они ни в какую не хотели вообще ничего делать. Поэтому. Это лучшее что мы смогли сделать. Встречаемся в ресторане. С Ботманом и его агентом. Да. Ключевой игрок его устраивает полностью. 5 лет контракт их устраивает. Игнорируем отступные. Зарплату мы сами должны выставлять. Ну давай Полтос. Я думаю он не сильно расстроится. Ну да. Шикарно. Ботмана мы подписали. Ну и максимум кого мы можем подписать за наши оставшиеся 20 миллионов. Это Берна. Причем с абсолютно нулевыми потерями. Отличным. Федерико Фернандес и 3 миллиона сверху. Мы распродаем все наши балласты в центре поля. Особенно в центре обороны. Экономим как можем. Потому что вот эти трансферы. Они очень больно по нашему кошельку ударят. Что сейчас уже бьют болезненно. Что очень сильно ударят в будущем. То есть когда у нас начнется новый сезон. Мы можем весь свой трансферный бюджет слить только на то, чтобы купить вот этих зимних новичков. Три года контракт его устраивает. Не планируются уступные. Хорошо. Зарплату сами выставили. Отлично принимаем. Все пока. Всех остальных подпишем. Попробуем во всяком случае подписать летом. Ну просто вот то, что нам придется сейчас очень многих переподписывать. Именно просто вот тех, кто зимой перебрались в Нью-Кассел. Мы можем очень много денег потратить на это. И не уйти даже в плюс по развитию команды. Мы просто это потом можем поставить крест на наших планах. Поэтому будем смотреть. Хотя многих мы планируем продавать. Поэтому я думаю деньги мы где-нибудь наскребем. А на этом точно все. Собо следующая серия вышла. Вы знаете прекрасно правило. 25 лайков. Я выпускаю следующую серию. Она будет горячей. Во-первых, будет очень много трансферов в Нью-Кассел. Но прежде разборная России будет рубиться в 1-8 финала чемпионата мира. Может даже и куда повыше заберется. Это уже не знаем. Это мы уже увидим в следующей серии. Поэтому не забывайте поставить лайк. Подписаться на канал. Нажать на колокольчик. С вами был как всегда Мигу Фифа. Увидимся в новых видео. Всем до скорого. Всем пока.